В Григориопольском районе, где едва не сгорел дачный поселок Солнечный, от пожара спасли 150 пчелиных ульев и больше двух сотен вьетнамских поросят. О подробностях с места пожара расскажет Алиса Плахова. Поселок Солнечный при въезде узнаем без указателя. Ориентируемся по полю подсолнечника. Ему 1 сентября тоже грозил пожар, но обошлось. В поселке от огня пожарные спасли больше 20 домов. В целости, сохранности и хозяйства. Люди держат улики больше 150 штук. И также есть человек разводит вьетнамских поросят. Более 200 штук. То есть вот здесь вот все они спокойно... Да, здесь они обитают, свободно ходят. Спустя буквально 15 метров по поселку Солнечный и уже мы видим следы пожара. Здесь с левой стороны очевидно был яблоневый сад. Вот здесь справа дом. Но его огонь не задел. И я так понимаю, этот дом не жилой. Посмотрим, что будет дальше. Здесь мы уже видели тех самых бегающих поросят, живых и здоровых. О минувшем пожаре рассказывает огнеборец с 10-летним стажем. Именно Иван 1 сентября руководил тушением пожара. На место бросили все силы, подняли личный состав. Всего с огнем боролись 30 человек. Иван работал в самых жарких точках. И это уже мы находимся в середине поселка, где все это продолжалось и горело. То есть здесь прям был такой сильный пожар? Сильный. Самый сильный пожар здесь был. Да, горела. Очень высокая трава была, поэтому распространение быстро шло. И трудно было здесь пробираться? Да, было трудно, потому что везде заросли. Подлила масло в огонь и погода. Из-за сильного ветра огонь захватывал поселок буквально на глазах. Новые очаги разгорались моментально. Через несколько метров мы ступаем на пепелище. Здесь полностью выгорел ничейный сарай и едва не сгорели вот эти дома. Метров 50 и там уже находился дом. Очаг подошел к нему, но мы не дали распространиться, чтобы загорелся дом. Дом сберегли. Чтобы вот при том ветре, который был, вот эти вот 50 метров, да, вы говорите, за сколько времени это все бы загорелось? 50 метров очаг прошел бы, ну огонь прошел бы буквально 5 минут. Огонь не пустили и в лес. Здесь, на окраине поселка, языки пламени достигали 3 метров в высоту. Пожаром выжгло землю. Всего пострадало 60 гектаров. Всему виной замыкание на линии электропередач. Искры попали на траву. В Респечерскую сообщил гражданин, который проезжал мимо, неравнодушный. Увидел, что идет дым. Соответственно, горит сухая трава. Поэтому вам позвонили. А объяснение я брала с человека, который тут уже проживает. А здесь вообще, я вот так посмотрела, мы прошлись, в основном дома закрыты. Видно, что никто не живет. Сколько здесь все-таки жителей? Ой, точное количество я не знаю. Но два человека точно живут. Руслан – один из них. В поселке мужчина живет последние 15 лет. В день пожара находился дома. Завидев дым, позвал на помощь брата. Вот сгорание там, где-то было. А мы начали тушить, чтобы все на дома не пошло. Потом пожарные приехали. Спасибо им. Справились с огнем пожарные за два с половиной часа. Это второй крупный пожар в Григориопольском районе. В этом году здесь также сильно полыхали 50 гектаров сухой травы в Шибке.